К нашему эфиру присоединяется Владислав Селезнев, военный обозреватель и бывший спикер вооруженных сил Украины. Владислав, здравствуйте, рады видеть. Здравствуйте. Здравствуйте и слава Украине. Героям слава. Героям слава. Владислав, вы так посмотрели мы сюжет. Причина согласия отправиться на войну против Украины, она очевидна. Это невероятный заработок, огромные деньги, 2400 долларов. Как вы считаете, как далеко может зайти такая вербовка? Безусловно, желающих заработать такие легкие относительно деньги в странах третьего мира более чем достаточно. Ну а с другой стороны, приняли ли все эти процессы такие угрожающие масштабы? Наверное, нет. Вспомним, давайте, события марта минувшего года. Тогда представители российской власти заявляли, что вот-вот и 15 тысяч бойцов из Сирии, а потом из Ливии прибудут для того, чтобы усилить боевые позиции, боевые порядки российской оккупационной армии. Прошло полтора года. Видели ли мы на фронте больших количеств сирийцев или представителей Ливии? Нет. Их и нет. Хотя, безусловно, такой тренд, как участие иностранных наемников, имеет место быть. Я добавлю, еще во время аннексии Крыма, это событие февраля-марта еще 2014 года, среди тех наемников, так называемых зеленых человек, находились представители Сербии, к примеру, Бразилии. То есть это не новая практика, и такая-то практика, к сожалению, не имеет места быть. Но является ли она такой, чтобы кардинально изменить ситуацию на поле боя, я думаю, в таком формате не следует рассматривать это явление. Да, вы знаете, мы как раз и говорили в нашем эфире с военным экспертом и майором запаса ВСУ Алексеем Гетьманом о том, что Россия действительно ведет войну против Украины уже с 2014 года. И он вспоминал и говорил, что он на фронте действительно видел этих иностранных наемников, такие были обстоятельства, которые воевали на стороне Российской Федерации. Владислав, скажите, а можно ли предположить, за эти 9 лет войны, которые ведет Россия против Украины, сколько было таких иностранных наемников? Ну, говорить о количестве, наверное, сложно. Я не встречал в открытых источниках обобщенных данных касательно... Но это не сотни тысячи. Да, безусловно, это не сотни тысяч, и понятно, что часто российские пропагандисты, равно как и российские должностные лица, заявляют о каких-то умопромочительных цифрах поставок иностранных военных наемников. Но они никогда не были реализованы. Опять же, крайнюю страшную, которую мы слышим в последнее время, это, мол, военнослужащие народно-освободительной армии, или как она там правильно и верно называется, Северной Кореи, должны будут прибыть для того, чтобы усилить боевые порядки российской оккупационной армии. Ну, и этот кейс, я так думаю, не сработает в тех объемах и в тех обстоятельствах, о которых идет речь. Хотя, безусловно, и вербовочные процессы среди жителей, среди граждан среднеазиатских республик, такие процессы происходят. И, соответственно, работают с гаста и байтерами непосредственно на территории Российской Федерации. В принципе, цифры 15-20 тысяч российских граждан, которые призываются ежемесячно в рамках скрытой мобилизации, где-то эти цифры берутся. И есть желающие, на самом деле есть желающие идти с оружия в руках украинцев. Тем более, что деньги обещают платить наделникам за это немало. Владислав, ну и со вчерашнего дня в России начался осенний призыв на военную службу. В этом году, мы помним, Госдума Российской Федерации приняла множество поправок, которые ужесточают правила воинского учета и наказания за уклонение от этого призыва. В российском генштабе, конечно же, уверяли, что военнослужащих срочной службы они не будут отправлять в Украину ни на передовую, ни на оккупированные территории. Но история помнит, как 24 февраля 2022 года Путин бросил в Украину срочников. И что удивительно, да, спустя какое-то время они признали этот факт. Но, Владислав, стоит ли сейчас российским призывникам понимать и осознавать, что их все-таки в любой момент могут отправить на местные штурмы? Безусловно. Неустанно повторять. Российские пропагандисты, равно как и ключевые спикеры российского государства, врут всякий раз, лишь только открывая этого. И очевидно, что и российские срочники принимали участие на первом этапе полномасштабного вторжения. Информация об убитых и покалеченных российских срочниках, когда в те дни неоднократно разгонялась по социальным сетям и иным средствам массовой информации. Очевидно, что враг использует любые возможности, в том числе возможности по привлечению срочников. Ведь существует масса схем, в том числе схем силового характера, когда буквально заставляют нынешних срочников подписывать липовые контракты и, соответственно, этих ребят отправляют на убой. Собственно говоря, и эта же история не нова. Вспомнил события афганской войны в премии 79 по 88 год. Огромное количество срочников тогда еще армии Советского Союза принимали участие в той самой интервенции, которую называли исполнением интернационального долга. Думаю, что и в этот раз те самые 130 тысяч, ну пусть не все, но немалые части этих срочников будут принимать участие в той или иной форме на территории Украины в рамках, так называемой, специальной военной операции. Добавлю больше. Взрывы, которые в последнее время происходят на территории Крыма, они также приводят к смертям и ранениям среди российских военнослужащих срочной службы. Взрывы в районе Джанкоя, на территории Красногвардейского района, недалеко от Севастополя, в районе запасного командного пункта Черноморского флота Российской Федерации, они произошли и они привели к потерям именно среди военнослужащих срочной службы в том числе. Ну а взрывы, который, вернее пожар, масштабный пожар, который буквально вчера состоялся на территории военно-полигона в Старом Крыму, пока о его последствиях сложно говорить, но то, что он произошел примерно в той же точке, где недавно случилась баловна, в течение последующих нескольких суток происходила вторичная детонация, говорит о том, что продолжается происходить, продолжают случаться взрывы, баловны на территории Крыма. Вся эта история не нова и не просто так случается, ведь очевидно, что в настоящее время украинские силы обороны готовят поле будущей битвы. И все военные объекты, находящиеся на территории Крыма и Севастополя, являются законной целью. Безусловно, в рамках нанесения ударов с помощью ракет или дронов под удар попадают не только объекты инфраструктуры, но и, соответственно, личный состав, в том числе и те самые срочники, которые несут службу на тех территориях, на которых якобы они должны находиться. Ведь Путин постоянно говорит о том, что, если нет ни в коем случае, российские солдаты срочных служб никогда не будут проходить службу на территории новоприсоединенных регионов Российской Федерации. Ну да, Владислав, надо также объяснить этим срочникам, что они являются также военной целью, потому что они будут впоследствии силой, которая будет бороться против наших вооруженных сил Украины. Безусловно, любой военнослужащий российской армии, которая с оружием в руках находится на территории Украины, является законной целью. Да. Ну и, кстати, согласно новым российским правкам и законам, за выезд из России без уведомления военкомата призывника могут наказать на 15 тысяч рублей. Владислав, согласитесь, относительно небольшая сумма, чтобы спастись и откупиться. Всего 15 тысяч рублей. Безусловно. И тут, я думаю, следует вспомнить нам события с сентября минувшего года, когда более 1 миллиона российских граждан буквально ногами проголосовали против той самой частичной мобилизации. Случится ли такая история в этот раз? Думаю, да. И объемов будет не меньше, даже несмотря на то, что российское законодательство очень серьезно уже случилось в части усиления наказания за неявку или за уклонение от военного призыва. Ну а как вы считаете, Путин будет закрывать на этот раз границы, если будет объявлена новая волна мобилизации? Или все же даст возможность выехать тем, кто не согласен с его политикой? Я думаю, что границы будут закрываться, но настолько ли крепкие границы Российской Федерации, достаточно посмотреть это на примере многотысячекилометровой линии границы между Казахстаном и Российской Федерацией. Я думаю, что желающие тем или иным образом уклониться от мобилизации, они смогут реализовать свой план. Владислав, и давайте другие темы обсудим. Американский генерал Чарльз Браун с 1 октября, со вчерашнего дня, официально стал новым главой Объединенного комитета начальников штабов США. В этой должности он заменил Марка Миллиа. О Брауне и его карьере написано много, известно много. Одним из главных фактов является, в частности, то, что он был инструктором истребителя F-16 в школе вооружения воздушных сил США. Кроме того, известен тем, что сам налетал на истребителя F-16 2900 летных часов, из которых 130 являются боевыми. Владислав, вероятно, что уход Милли и назначение Брауна никак не скажется на поддержке Украины со стороны США? Безусловно, у нас есть не только двухпалатная поддержка, стремление украинской армии обеспечить независимость и восстановить территориальную целостность нашего государства. Мы полностью имеем полноценную поддержку со стороны вооруженных сил США. Единственное, что меня смущает во всей этой истории, господин Браун в основном занимался в ходе крайнего этапа своей военной карьеры в основном регионом Тихого океана. То есть это Юго-Восточная Азия. Не получится ли так, что в настоящее время акцент внимания правительства США будет несколько смещен в тот также достаточно здравоопасный регион? В любом случае, я верю в первую очередь в профессионализм, в боевые возможности украинских сил обороны. Ну а то, что поддержка со стороны правительства США, даже в связи со сменой руководителя комитета начальника объединенных штабов, вряд ли изменится. Мы должны четко понимать, что вопрос противостояния российско-украинского, я думаю, следует рассмотреть намного шире и вплоть до формата формирования нового простора безопасности. Ведь совершенно очевидно, что тот мир, который был установлен по итогам Второй мировой войны, в настоящее время разрушен. И с большой долей вероятностью в ближайшее время будет происходить унитарного масштаба изменения и, соответственно, форматирования иных блоков силовых и формирования новой оси зла. В принципе, ее определенные контуры уже проступают. Российская Федерация, Иран, Северная Корея, собственно говоря, эти страны уже точно являются участниками той самой новой оси зла. И, Владислав, недавно назначенный министр обороны Великобритании Гранд Шапс накануне сделал интересное заявление. Он допустил, что в будущем программа обучения для украинских военных может проходить и на территории Украины. Об этом он сказал в интервью The Telegraph. Важно процитировать. Думаю, наступит момент, когда, и я уже говорил об этом сегодня, обучение будет перенесено ближе к границам Украины, на собственную территорию Украины, сказал Шапс. В то же время Ришисунок несколько опроверг эту информацию, пояснил, что это, скорее всего, планы уже после завершения этой войны в Украине. Но скажите, в чем, собственно, положительные стороны такого обучения на территории нашей страны? И, правда, нужны ли они сейчас, учитывая то, что Россия бомбит наши города и пытается атаковать именно военные объекты? Вот, и это, пожалуй, ключевая причина, почему пока британские военнослужащие не будут находиться на территории нашей страны. Ну, кроме контингента, который обеспечивает охрану и оборону правительственных, вернее, комплексов амбассад. То есть, дип-представительств. Дип-представительств. Почему намного удобнее на территории Украины разворачивать такие миссии? Вопрос логистики. Нет необходимости перемещать нашего количества личного состава, который является слушателем этих курсов. А, с другой стороны, мы понимаем, что наши западные партнеры весьма и весьма щепетильно относятся к протоколам безопасности. И, соответственно, пока на территории Украины идет полномасштабная война, вряд ли наши западные партнеры будут отправлять такого рода специалистов непосредственно на территории Украины, чтобы они проводили те самые учебные миссии. Ну, то есть, по сути, это бы экономило очень время, мобильность была бы у наших войск. И мы имеем достаточно хороший опыт коммуникации и с балтийскими, и канадскими, и британскими инструкторами. Разного рода миссии выполнялись. В основном, это миссии, связанные с повышением уровня профессиональной готовности наших военнослужащих, инженерно-саперных подразделений, представителей нашей военной службы правопорядка. Иных формирований, но также очевидно, что с начала полномасштабной войны и даже накануне все эти миссии были выведены за пределы Украины. Потому что, повторюсь, протокол безопасности является основой всех решений, которые принимаются во время планирования тех или иных операций. Владислав, ну и Шапс еще сказал следующую вещь, что дальнейшая помощь может включать помощь Украине в подготовке к вступлению в НАТО с точки зрения повышения совместимости. Можно ли оценить на сегодня, насколько наша армия еще не совместима или уже совместима со требуемыми стандартами НАТО? С 2006 года Украина занимается этими протоколами, протоколами, связанными с повышением уровня совместимости со странами, которые входят в состав Североатлетического альянса. Я убежден, что из 31 по крайней стороне участницы Украина даст фору доброй половине участников стран НАТО. Потому как и протоколы безопасности, и протоколы планирования и организации проведения военных операций мы используем чаще всего даже более креативно и более результативно, ниже наши западные партнеры, участники НАТО. Но, опять же, мы понимаем, что исключительно военные протоколы и позиции, алгоритмы – это один кейс, а второй кейс является политическим или общественно-политическим. И тут мы должны понимать, что есть еще над чем работать и правительство нашей страны, и, в принципе, украинское общество для того, чтобы мы прошли этот непростой путь. Хотя, очевидно, что и будущие перспективы протокола безопасности Украины, они напрямую связаны с участием Североатлетического альянса. – Владислав, ну и давайте с вами обсудим также заявления от британской разведки. Звучат они следующим образом. Россия готовится к длительной многолетней войне против Украины, значительно увеличивая расходы на оборонную сферу. И, как сообщает британская разведка, об этом свидетельствуют документы Министерства финансов Российской Федерации, согласно которым в 2024 году на войну Кремль собирается направить треть общих расходов госбюджета. Как вы относитесь к этой информации? Что скажете о тактике Кремля? Какой может быть эта длительная война? Стоит ли ожидать от России масштабных наступлений? Или эти расходы будут направлены на укрепление российской обороны и ее попытках уже удержать то, что они оккупировали? Владимир Путин часто любит повторять фразу «Россия играет в долгу». Но хватит ли в этот раз ресурсов у Российской Федерации? Есть достаточно серьезные сомнения. Ведь не просто так Россия из всех сил тужится и старается отправлять даже не полностью укомплектованные свои стратегические резервы в топку войны. Я имею в виду, в первую очередь, подразделения 18-й и 25-й армий. Они, согласно расчетам украинской разведки, должны были вступить в боевые действия ближе к концу декабря. Тем не менее, они уже находятся на фронте. Подразделения 25-й армии укомплектованы на 50% бронетехника и вооружения, на 80% лично стало. Соответственно, эти подразделения не прошли этап боевого слаживания. То есть, они условно боеготованы. Но, тем не менее, они уже находятся на Купинско-Лиманском направлении и пытаются даже атаковать, контратаковать наши позиции. Очевидно, что когда подразделения полностью не комплектованы, уровень их подготовки оставляет желать лучшего. Но россияне идут на такие шаги. И с целью достичь хоть каких-то успехов на поле боя 7 октября не за горами. Владимир Путин день рождения. И он, наверное, мечтает о том, что российские генералы преподнесут ему хоть какую-то победу в качестве подарка на поле боя. Что же касается российского военного бюджета, безусловно, увеличение его на будущий год как минимум на 70% в сравнении с текущим. Это значит, что огромное количество денежных средств не попадут в сферу социальной, социально-культурной. Но Российской Федерации будут ограничены определенные программы, которые ранее планировались к реализации. Ведь война все больше и больше требует ресурсов. И вряд ли от того, что на войну будут вкладываться все больше ресурсов, от этого станут лучше жить простые россияне. Да, вы знаете, вы упомянули уже, что у российского дептатора на этой неделе день рождения. И на прошлой неделе аналитики Американского института изучения войны писали, что Путин дал приказ Шойгу остановить, хоть как-то попытаться остановить украинское контрнаступление до октября месяца. Вероятно, что в этом видит какой-то действительно подарок для себя. Да, безусловно. Ну, как-то плохо все это выходит у российских генералов. Они могут рисовать какие угодно все планы, но есть сопротивление украинской армии, есть просто невероятная по уровню поддержки украинского общества, равно как и наших западных партнеров. Поэтому ни Киев за три дня, ни вся Украина за три недели, 19 месяцев боевых действий, в результате которых Российская Федерация понесла просто катастрофически по масштабу людские потери. Ну, а уж об уничтоженной бронетехнике и артиллерии, тут уже можно просто истории слагать. Например, минувшая неделя преподнесла очередной неприятный сюрприз для российских генералов. Уничтожено рекордное количество артиллерийских орудий, которые призваны были бы уничтожать украинские силы обороны, работать по нашим населенным пунктам. Но они благополучно превратились в пепел, потому как украинские артиллерии эффективно работают в рамках контрбатарейной борьбы и артиллерийских дуэлей. А это значит, что Россия теряет ресурсы. Да, они еще имеют определенные ресурсы и возможности, но эти ресурсы не бесконечны. Иначе бы не стал бы путинский режим планировать до 30% своего бюджета, общенационального, на то, чтобы обеспечить все потребности российской армии. Да, Владислав, вы знаете, на этой неделе еще пока празднуют, возможно, свой последний день рождения человек, который поддакивает сейчас Путину. Это Рамзан Кадыров, который на днях сказал, что они дойдут до Польши и наведут порядки еще в Польше. Но ситуация на фронте такова, что сейчас Россия в обороне и в Центре национального сопротивления Украины сообщает, что российские военные получили сейчас новые предписания по повышению обороноспособности оккупационных войск в Крыму. Речь идет о том, что Россия кидает сейчас силы на укрепление ПВО в Крыму, а также на укрепление оборонных сооружений. Вновь устанавливают так называемые эти зубы дракона. Владислав, получается, что россияне не исключают вхождение вооруженных сил Украины на территорию полуострова и, судя по всем действиям, очень этого боятся? Безусловно, и у них есть вполне обоснованные причины бояться. Ведь еще недавно они считали, что Крым это такой прифронтовой регион, относительно спокойная территория. Но очевидно, что баловна, которая все чаще и чаще случается в разных уголках Крыма, равно как и в Севастополе, она эту иллюзию развивает. И тут мы должны понимать, что враг действует в определенной степени дивно и не очень рационально, но тем не менее он, в результате, имеет определенную логику. Ну, к примеру, какая цель долговременных огневых точек, окопов, которые в настоящее время опять начали появляться на побережьях Сахских, пляжах и на территории Черноморского района? Ведь очевидно, что вряд ли Украина будет проводить морскую десантную операцию, тем более таких масштабов, что необходимо создавать такие инженерные фортификационные сооружения. Но окопы роют, равно как и роют окопы на севере Крыма, на подходах к крымским перешейкам на юге Запорожской области. Устанавливайте самые зубы драконов в районе Керченского перешейка, это между Севастополе и Керчью. Враг готовится, враг использует любые силы и средства для того, чтобы замедлить украинское наступление в перспективе. Но уж коль он создает такие рубежи и позиции, вероятно, он в состоянии просчитать, что бои, которые в настоящее время идут на юге Керченской и на юге Запорожской области, в конце концов переместятся на территорию Крыма, потому как украинская армия и не скрывает своих намерений в части освобождения всех территорий Украины в границе 1991 года. Да, ну и давайте тогда детальнее сейчас поговорим, как вы опишите нынешнюю ситуацию на линии фронта, что происходит на юге нашей страны и со стороны наших войск, и как, собственно, себя ведут сейчас оккупанты на этом направлении? Коллеги, тут мы с вами должны совершенно четко и абсолютно рационально воспринимать буквально следующий расклад сил и средств. На направлении на Токмак враг сосредоточил там подразделение как минимум четырех воздушно-десантных дивизий Российской Федерации, в том числе 76-й, то есть на Псковской дивизии десантников. Мы же помним из классики, там где десант, там всегда атака. Атака, наступление или контрнаступление. Именно этим сейчас и пытаются заниматься российские десантники, и именно поэтому украинская артиллерия сейчас кратно усилила свое присутствие на этом участке фронта, и мы системно и методично превращаем в пепел тех самых знаменитых псковских десантников. В ситуациях там крайне сложная. Враг контратакует на некоторых участках фронта, даже ему удалось оттеснить на некоторое расстояние украинской силы обороны. А наше же подразделение действует максимально рационально, если это необходимо проводить в маневренном обороне, а в то самое время продолжает работать системно и методично украинские артиллерии, которые превращают в пепел все и вся, что движется с российской стороны. Местные паблики сообщают о том, что темп артиллерийского огня со стороны украинских сил обороны просто потрясает по масштабам и по интенсивности. Враг несет колоссальные потери, но тем не менее, вот эта вот упертость, которая обусловлена тем, что Путин не хочет до дня своего рождения слышать плохие новости с линии фронта, она обусловлена именно этим, но, соответственно, враг несет потери, ну а украинская армия, да, с большими усилиями, но тем не менее, превращает в пепел вражескую мощь, причем, опять же, на этом участке фронта сосредоточена вся, фактически, соль российской армии. Четыре воздушно-десантные дивизии, отдельные подразделения, это серьезная сила, которая сейчас буквально смешивается с украинской землей и превращается в прах. И, Владислав, вы знаете, хочется услышать также от вас аналитику и понять, какая ситуация, и есть ли сейчас угрозы для гражданских и наших военных на Алиман-Окупинском направлении, где ранее оккупанты сосредоточивали свои значительные силы, вы уже частично об этом вспоминали. В определенной степени ситуация дивная, потому как, например, украинские генеральные штаты не фиксируют там достаточно серьезного оживления, хотя, по логике вещей, если переместились подразделения 25-й армии на этот участок фронта, если враг уже сделал проходы в своих минных полях, если он подтянул ближе к линии боевого столкновения бронетехников, соответственно, это говорит о том, что враг готов и вот-вот начнет масштабное наступление. То ли, вероятно, украинская артиллерия действует на упреждение настолько эффективно, что враг всякий раз несет серьезные потери, не в состоянии сконцентрировать достаточное количество ресурсов, чтобы атаковать, то ли же миссия 25-я армия в первую очередь была направлена на то, чтобы поменять на линии боевого столкновения подразделение, в том числе 1-й гвардейской танковой дивизии, которая принесла очень серьезные потери в течение минувших примерно трех месяцев активных боевых действий. А мы помним, что враг пытался атаковать наши позиции, даже имел частичный успех. Затем уже украинская армия, которая атакуя, оттеснила на те же рубежи и позиции вражеские силы. То есть ситуация достаточно динамичная, и я бы не стал делать серьезных прогнозов в части того, что ждать нам на этом участке фронтов по одной, но совершенно очевидной причине. В открытых источниках информации нет сообщений о том, какими ресурсами располагает в настоящее время украинский генеральный штаб. А это очевидно. Если мы будем иметь достаточное количество ресурсов, мы, соответственно, можем проводить контрнаступательные мероприятия на этом участке фронта и оттеснять врага чем восточнее от тех рубежей и позиций, где мы находимся. Если же наши ресурсы ограничены, соответственно, украинская армия будет взрываться в землю, подтягивать артиллерию и системно и методично уничтожать все попытки противника контратаковать на этом участке фронта. Ну и маленькое уточнение, если можете, коротко ответьте. Но наша армия сейчас всячески же готова к любому развитию событий на этом участке фронта. Безусловно, есть абсолютно четкое управление, есть достаточное количество ресурсов, чтобы в таком формате вести боевые действия. Опять же, я повторюсь, темп артиллерийского огня украинских сил обороны в настоящее время беспрецедентный. А это значит, что ресурсы для наших артиллерийств имеют место быть. Вы знаете, а вы, коллеги, сейчас обсуждали о том, что приближается день рождения диктатора, и Путин рассчитывает на какой-то подарок от своих военных. Я думаю, от кого, от кого, от наших он точно может дождаться. Мы помним, как в прошлом году в его день рождения пошатнулся Керченский мост. Но это может стать просто хорошей традицией, кто знает. Безусловно, и в принципе генерал Будонов об этом так очень мягко намекает. Ждем хороших новостей. Владислав, спасибо вам большое. Ждем этих новостей. Владислав Селезнев, военный обозреватель и бывший спикер вооруженных сил Украины, был с нами в эфире «Дефридома». Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного.